Итак, три колбы, соединенные друг с другом. В чем здесь фишка? В данном случае у нас аппарат заряжен мраморной игрушкой, которая с точки зрения химико что это представляет собой? Машенька, пожалуйста, погромче. В некотором смысле пористую, но с точки зрения химии, что это за химическое соединение очень простое? Карбонат-кальция. Это одна из форм минерала под названием кальцит, что собственно и есть карбонат-кальция. И что очень интересно в геохимии и минералогии, то что одна и та же химическая формула империи, может реализовываться совершенно в различных вариантах кристаллических структур и соответственно давать разные минералы. Вот одна из форм кальцита, это мрамор. При взаимодействии кальцита, то есть карбонат-кальция с кислотой, вот с этой, в данном случае это соляная кислота, ну там она уже много распользованная, поэтому она не очень чистая. Ну не важно, это ростурсы, содержащие соляную кислоту. Что происходит? За счет водорода не уверен. Кальцит с соляной кислотой, ну получается охлорит кальция и угольная кислота, которая... А угольная кислота в хислой среде, что у нас сделали? Диссоцировать на угольный кислый газ и воду. Да, конечно. Этот прибор используется для получения газов, вот по той же воде, которую я вам нарисовал, да, и для того, чтобы она здесь еще сработала, мы используем два компонента. Один реактив у нас твердый, в виде порошка или гранул, другой реактив у нас жидкий, в данном случае мрамор. Твердый компонент и жидкая кислота. Ну, давайте зальем его, не знаю, хватит тут объема или нет, и посмотрим, что из этого получается. Кислота такого цвета, потому что просто подкрашена индикатором, чтобы ее было лучше видно. Как вы понимаете, на сам процесс это особенно не влияет. Так, ну чуть-чуть не хватило. Сейчас мы, мы любим экономные, поэтому есть у нас еще дуны и кислота, которую мы тоже поиспользуем. Так, мы добавили кислоту, мы видим интенсивное выделение газообразного продукта, и он у нас вылетает. Здесь соединения нет, потому что внутренняя колба продолжается трубкой до нижней. Да, вылетает он через газоотводную трубочку. Теперь я кранчиком перекрываю выход газа, и теперь мы видим, что газ, выделяющийся при взаимодействии мрамора с кислотой, заполняет у нас среднюю колбу и своим давлением вытесняет кислоту вниз и через трубочку она продавливается в верхний сосуд. Смотрите, что происходит. У нас набиралось нужное количество углекислого газа, то есть пока есть контакт мрамора с кислотой, у нас выделяется газ. Газ выделяется и вытесняет кислоту из средней колбы. И когда его выделится столько, что он заполнит собой весь этот объем, контакт мрамора с кислотой прерывается, и химический процесс останавливается. Вся средняя колба заполнена углекислым газом. Допустим, он нам нужен для каких-то целей, мы открываем кранчик, чтобы показать, что он оттуда выходит. Ну, чтобы увидеть, что тут чуть-чуть заболеет. Ну, пока это просто водичка. Пузырики пойдут. Буль-буль-буль. Явно какой-то газ забыл. Обратите внимание, мы выпустили оттуда избыточное давление, и тут же уровень кислоты поднялся, реакция возобновилась. Закрываем кранчик, и цикл повторяется. Ну, хорошо. Для того, чтобы проверить, действительно ли там углекислый газ, химика. Да и вообще никакой исследователь никому нас не верит, даже себе. Да, я всегда всё проверяю. Как мы это можем проверить? Индикатором можем проверить. Да, и это мы тоже сделаем. Ну, варианты? Можно подключить лучинку? Пожалуйста, подключить. Можно подключить лучинку? Так. Ну, давайте попробуем. Почему, собственно, почему бы и не попробовать? Для того, чтобы поместить горящую лучинку в атмосферу какого-либо газа, нам нужно этот газ собрать. И у нас есть два варианта. Либо мы собираем его вот таким вот образом, либо мы собираем его вот таким вот образом. От чего это зависит? От чего это зависит? От чего вы становитесь тяжелым? Мы сейчас планируем собирать углекислый газ. Он легче воздуха или тяжелее? Нет, не очень. Пожалуйста, говорите грунт. Ну, чего вы стесняетесь? Тяжелее. Ну, конечно, тяжелее. Но воздух из чего состоит? Из каких газов состоит воздух, которым мы дышим? Азот, углекислый газ, арфон? Ну, собственно говоря, все эти, аргон, углекислый газ, водяной пары и все прочее составляет около полутора процентов. Да, поэтому основные компоненты – это азот и кислот. В соотношении приблизительно 80-27. В среднем получается, что молекулярная масса, средняя молекулярная масса воздуха в порядке 29. Молекулярная масса углекислого газа – 44. Да. Ну, 44 явно больше, чем 29. Да. Значит, углекислый газ тяжелее, чем воздух. И это действительно так. Поэтому для того, чтобы собрать газ в какую-то емкость, мы должны собирать ее в нормальной ориентации. Если бы мы собирали более легкий газ, например, водород, то тогда, конечно, нужно было бы собирать его при такой ориентации сосудов. Ну, пусть еще побулькает. Сейчас вы видите, выделяется газ, который через трубочку поступает у нас сюда и заполняет наш стаканчик. Вань, пожалуйста, верхний ящик, и в нем спички лежат. Будьте любезны. Если бы у нас была вот эта зажигалка, то на 2023 году можно было бы ей, в принципе, зажечь. Какого-то не хищника. Но нам ничто не мешает ее самим сделать, собственно говоря. В принципе, да. Так. Ну, вот. Огонь. Можем еще раз попробовать. Как там видно это дело? Сейчас вот. Как все газы уходят, все видно. Вот огонь, я посмотрю. Да, огонь тоже. Так. А, собственно говоря, зачем нам лучина? Вот спичка у нас вот так есть, да? Вот помещай ее рядом сюда. Не гаснет. Помещай ее туда. Да? До свидания. Угу. Так. Поскольку с теми растворами дело не выгляло, да? Аааа, черт его знает. Оксидуагон, оксидуагон. Оксидуагон. Так. Попробуем сделать сами собственные растворы этих же щелочноземельных металов. Так. Мы будем использовать их в виде оксидов. Так. Ну, здесь придется нам их еще пофильтровать. на глаз. Потому что делаем все это, как настоящая алкирика. На глаз. Сколько вообще, наверное, это можно? Да. Ну, давайте это лучше я. Потому что из соображений техники безопасности. Машенька, что-нибудь повозь, пожалуйста. Зелененькую. Все-таки многие соединения баря достаточно токсичны. Ага. Вот. Отлично. Так. Что у нас происходит в этих стаканчиках? Ваша точка зрения. Ну, барюашт образуется. Да. А с кольцем? То же самое. Да. А с кольцем? Да. Совершенно с вами согласен. Оксиды щелочноземельных металлов имеют выраженный основный характер. То есть при взаимодействии с вожой гидроализуются до гидрооксида. По гидральной новости? Да. А, Маш, справа от раковины этажерка. Вот здесь полиэтиленовый пакет. Несите его сюда и две воронки, пожалуйста. Так. В простонародье вот это называется как? Молочко. Да. Это рисковое молоко. В принципе, надо поднять. Так. Ну и пока суть до дела. И потом мы с вами протестируем наш секретный газ. Еще по одному сказать. Так. Очень хорошо. Такие будут? Да. Это даже не рассматривается. Да. Так. Помните, как складывается? Да. Вот на душе. Четыре в душе. Раз. Четыре маленькие. Так. Молодец. Так. 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 С маленькой, как-то не очень. Так. Так. Ну вот. Я про машину иду. Что? Ну давайте. С маленькой. Не вопрос. Это должно быть три слоя, а только один. Ну оно так само получается, что с одной стороны. С одной стороны. Здесь. Так. Оно будет развязаться. Так. Чуть-чуть его порастопыркать. Ну вот кое-как получилось. Так. Давайте я капну, а дальше надо еще забивать. Ну вот сейчас он промокнет и пойдет фильтроваться. Главное не переливать через бумажку. Так. Ну. Уважаемая Мария, вы главный оператор фильтрования. Что-то видит оно не быстро как-то. Прямо скажем. Так. Ну ладно. Здесь оно как-то капает. Мария, пожалуйста, еще одну такую воронку. Раз уж я говорил про быстрое фильтрование, давайте сделаем с вами складчатые фильтры. Так. Есть желающие? Да. Ну давайте. Так. Давайте, Маша, вы пока вот понаблюдайте. Я, Ваня, но у вас. А? Я не знаю, вы определились, сказали Маше и я... Я говорю, Маша, вы понаблюдайте, а молодые люди у нас... Ага. Собираем четвертиночки сначала. Да. Займутся орегами. Ага. Отлично. Спасибо. Честный главный страх по орегаме. У меня есть лидер по цикле. Машу радуга и самолетик собирать. Для этого... Ну попробуйте самолетик. Прекрасный фильтр. Ну попробуйте, я могу одного поклона. Угу. Ваня, складчатый фильтр. Ну хорошо, вот так. Плессированный. Ну я бы на четыре сложил, я думаю, что этого достаточно будет. Ну, можно его поклотнее, да? Не-не-не. Главное, чтобы он был отсюда. То есть еще пополам. Ага. Еще пополам. Еще. Да. И теперь загибаем ему уши все-таки. Вот так. Да, мы тогда в три складывали. Так. А вы сложили в три или в четыре? В четыре. Во, отлично. Так. И теперь его надо перегнуть, чтобы все там совпадало. Да. Спасибо большое. Давайте это покажем. Сейчас его не все имени загиба находится в том направлении, которое нам надо. Да? Так. 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 Эти сложили. Теперь остались вот эти. Раз. Раз. И раз. Так. Все. Вот, что у нас получилось в виде сверху. Легким движением руки. Считается, что он фильтрует быстрее. Это барий, барий. Здесь главное не перевелись через уровень тмашки. Давайте я второй фильтр делаю обычно. Смотрите как. Бойка от тузыка. Вот что-то пачка получилась, пойдет дальше. Так. Так. Нет, пока все нормально. Получается, что каждая вторая складка здесь идет не в ту сторону. Угу. Так. Вот она получилась. Так. Так. И еще одна штучка. Вот так и так. Вот. Вот. Ну, немножечко кособлёхенький, но, в принципе, все, все как надо. Даже можно было и побольше. Так. Так. Да. Зачем мы вообще фильтруем? Не весь оксид у нас растворился. Да. Нам нужно получить прозрачный раствор, который при взаимодействии с углекислогазом будет мутить из-за выпадения нерасстоимого карбана. Поэтому здесь мы помутение просто не обнаружим. Так. Ну, вот, собственно, и все. Так. Полезно. Будьте вылезны. Бутылка запутает бумажки. Хорошо, спарить паре надо. Так, деревенский самогон давайте ее сюда. Паре надо подъедить. Так. И пока у нас идет там фильтрование, мы с вами проверим другую гипотезу относительно... Протестируем наш синтезированный газ другим тестом, который тоже позволит нам охарактеризовать, что же это такое. Так. Я добавил немножечко щелочи. У нас получился здесь слабый щелочной раствор. Добавляем индикатор. Мой любимый. Да, это он. Индикатор имени Икеи. Так. Ну. Невооруженным глазом видно, что здесь у нас явно щелочной раствор. Тем более, что индикатор я добавил в душе. Мне не жалко. Так. Ну и давайте попробуем побулькать нашим секретным супергазом через щелочной раствор. Тут большая скорость булька не нужна, иначе он будет просто пролетать насквозь. А нам надо, чтобы там шел процесс. Так. Так. Вот. Так. Ну. Спешите видеть. А вот что-нибудь получится. Подождем. Так. Так. Очистите. Так. Распредэнографический shining Buraya. Спасибо. Спасибо. Вот в комментариях. Как-то теория, что это при углекислый газ все больше и больше развенчивается. Хотя с лучинкой все вышли на бонус. А, да, точно. С Полининой подачей мы один тест провели с лучинкой, и он получился. Ну, здесь даже вроде светлее, а вроде нет. Ну, сколько раз уже все здесь присутствующие имели возможность убедиться, что никакая наука не терпит спешки. Булькает себе и булькает. Подождем, мы никуда не доводимся. Может быть, это в некотором смысле и позволит вам осознать концепцию, что все равно вы в жизни ничего не успеете. Поэтому торопиться не надо. Ну, учитывая смертность человека. И в этом, на мой взгляд, заключается великий парадокс нашей жизни. Смертный человек живет с энтузиазмом, спешит, что-то делает. А бессмертные эльфы сидят, только в носу копают. Все уже наскучило, и ничего не интересно. Вот как так. Многовато, щелочи, наверное, туда капли. Нет, может и нет. Долго ее надо перерабатывать. Хотя, реально, туда залетело, но несколько капель село. Так, ну, зато у нас пока сейчас там все нафильтруется. Зато аппарат как работает. Ну, да, булькает. Мне кажется, цвет стал меняться. Да, да, да. Так. Оно поселеньеет. Ага. Ну, вот смотрим. Девчонки, смотрите сюда, телефон потом посмотрите. Ну, да, прям заметно. Вот. Вот, прям что-то совсем похожее было на видео, когда мы выступали на этот курс. Да, там ровно все то же самое и было. Ну, теперь мы делали с вами все вместе. Вы получили возможность убедиться, что, по крайней мере, в этот раз я вас не обманывал. Так, ну, пока наслаждайтесь. Надеюсь, что все-таки дойдет там и до желтенького. Продолжение следует... Ну, зелененький уже приобрел немножко зелтоватый оттенок. Температура, температура… Так, а с вами мы делали опыт, когда оликизмом-газом пластиковую бутылку заполняли? Да. Помните, там температура была нормальная, чтобы бутылка расправилась? Ну, по-моему, процесс тоже делали с аппаратом типа. Вот этот? Прямо этот? Я помню, что тоже стал индикаторы добавить. Да, только это был не с аппаратом типа, а просто с колбой-бунзеном. Так, ну, будем ждать дальнейшего пожелтения? Да. Ну и ладно. Бромер там пока весь не растворился. Так, ну, давайте теперь наши осветленные перельем. Да ну еще не менее, не в конце. Да и ладно, хватит. Хватит нам, я думаю. Главное, что фильтрованию у нас удалось и складчатые фильтры действительно работают очень хорошо. А, вот мы сейчас что сделаем. Трубочки, трубочки, были где-то трубочки. Так, нужен доброволец. На опасную работу. Кто у нас не боится? Срезать нашу сильную часть. Не, не надо ничего срезать. Так, вот это, пожалуйста, помыть хорошенечко. Не разборка. Продолжение следует... Салат, 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 салат. Ну давайте посмотрим, хотел сказать на белом фоне. Он будет без индикатора, попробуй, что последний. Так, готово дело? Угу. Так, ну теперь, поскольку вы сами мыли, да, и уверены в ее частоте, предлагаю вам немножко подудить и попускать пузырики вот в эту самую жидкость. Прошу вас. Для чего? Для чего? А для того, чтобы проверить, как углекислый газ, который явно будет присутствовать в выдыхаемом воздухе, будет взаимодействовать с гидроксидом кольца. Пару минут такого дудения, и мы должны получить результат. Так, друзья мои, не надо даже пару минут дудеть. Видно, что да, наш ромотив великолепно работает для выявления углекислого газа. Это очень хорошо. Так, известковая вода сработала. Обратно мыть? Нет. Ну, теперь давайте то же самое для гидроксида барея попробуем. Так, дорогие друзья, пожалуйста, и гидроксид кальция, и гидроксид барея, у нас помутнели, уловили углекислый газ, содержащийся в выдыхаемом углекислом воздухе, и образовался карбонат, который и выпал на задок. Так, мы будем проверять на всех, все ли выдыхаемые углекислый газ, или воспринимаем это утверждение как всеобщее? Я тоже думаю, что каждый человек по-своему уникален, но думаю, что в плане физиологии уникальность Глеба не настолько велика, чтобы принципиально отличаться от нашей всеобщей. Так, ну, теперь давайте попробуем, подуем туда из нашего аппарата. Я пойду помою вот эту трубку. Ну, давайте, ну, дело ваше, можно понаблюдать за раствором, можно помыть. Так, ну. Так, ну, опять же, невооруженным глазом видно, как известковая вода помутнела. Согласны? Угу. То есть, можно сказать, что с помощью аппарата Кипа мы смоделировали Глеба. В некотором аспекте аппарат Кипа у нас выступает моделью молодого человека. Марина, в непосредственном общении вы бы предпочли Глеба или аппарат Кипа? Я тоже. Так, ну, смотрите. Барри реагирует даже интенсивнее. Так, ну, великолепно. Я считаю, что это головокружительный успех. Ну, и дальше пусть себе булькает в щелочь, пока мы с вами займемся чем-нибудь еще тоже интересным. Так. И еще вам, пожалуйста, пример просто из жизни. Да, если хочешь, чтобы что-то было сделано, делай это сам. Готовыми растворами не воспользовались, ничего не заработало. Сделали сами. Вот так вот. Так. По просьбам учащихся сегодняшнее занятие мы посвящаем вопросам химического синтеза. Ну, это для того, чтобы вы почувствовали себя максимально приближенными богам, которые могут создавать материю из нематерии, или одну материю превращать в другую. На мой взгляд, это очень божественное действие, даже выше, чем магия. И сегодня мы с вами на непосредственном опыте познакомимся с таким химическим синтезом. Это достаточно несложный процесс, но интересный. Сейчас мы с вами на непосредственном опыте. Ваше предположение. Там, по-моему, альдегид какой-то образуется или какие-то кислоты? Конечно. Какой? Какой альдегид? А, оно уксусное. Угу. Сулефас хрома 2. Три. Хром 2. В общем, видите, реакция пройдет вот таким вот образом. Да? Давайте по-быстренькому разберемся, к какому типу эта реакция относится сначала. ОВР. Ну да, конечно. Ну, начнем с хрома. Степень окисления хрома в бихромате? Минус 6 или 6, да. Ну да, 6, но, конечно, не минус. А в сульфате? Минус 3. Минус 3. Ага. То есть, хром в этой реакции у нас является окислителем. И он восстанавливается. Значит, этанол у нас будет восстановителем, и он будет окисляться до уксусного альдегида. Ну, а теперь смертельный номер степени окисления метилового спирта. Ну, первый минус 3, у второго минус 1. А как мы получаем эту цифру? Ну, как бы, первый связан с тремя атомами водорода, по которому он забирает электроны. А второй связан с двумя атомами водорода, он у них забирает электроны, но при этом там еще есть кислород, который один электрон отбирает. Да тут есть кислород, а тут? Да, но там кислород связан с водородом, еще одной связи, а там обеими связями к водороду. Каким образом мы считаем степень окисления в органике? И вообще везде. Что такое степень окисления? Словный заряд, который находится на каждом атоме, при условии того, что все связи превращаются в органы. Так, ну, начинаем отсюда. Минус 3. Раз, два, три. Связи между однотипными атомами у нас считаются неионизируемыми и свой вклад в степень окисления не вносит. Да? Минус 3. Это будет минус 1. Согласен? Соответственно, водороды все будут. Плюс 1, плюс 1. Так? Угу. Так. Теперь вот этот. Минус 1. Минус 1. Минус 1. Значит, пока он у нас минус 2. Угу. Но у нас здесь кислород, который оттягивает электроны на себя, и он будет минус 2. Это будет плюс 1. Минус 1. Получилось так, что у нас до того, как мы ввели в рассмотрение кислород, этот углерод был минус 2. Так? Угу. Но один электрон он отдал сюда. Да? И стал, соответственно, минус 1. Согласен? Да. Надеюсь, что мы не напутали. Так. Теперь здесь. Метильный радикал ничем не отличается от метильного радикала здесь. Поэтому здесь все так же. И теперь карбонильная группа. Как с ней быть. Плюс 1. Ну как бы. Один забрал, два отдал. Плюс 1. Итого. У нас степень окисления из минус 1 превратилась в плюс 1. Сколько электронов на это потребовалось? Да. До нуля и до плюс 1. Да. Получается, что так. Здесь электронов 3. Ну? Это нам позволит просто уравнять по электронному балансу. Минус 2 электрона. И реформат превращается в хром плюс 3. Минус 6. Ладно. В ионной форме так написать это мы, наверное, не будем. Чтобы сейчас не мучиться. Не буду я вас этим грузить. Хотя, наверное, стоило бы. 3 электрона, но атомов у нас здесь 2, то есть 6. Согласны? Угу. Угу. И отсюда у нас должны расставиться коэффициенты. Т.е. Получается тогда, что здесь у нас 3, здесь 1. Правильно? Или наоборот? Наоборот. Наоборот, конечно. И 1. Значит так. Этот 1. Соответственно, сюда. Угу. Так. Ну и для того, чтобы у нас все уравнялось красиво, надо было, конечно, все это делать в уровне формы. С участием протонов. Да? Давайте-ка попробуем это сделать. А пусть получится. Плюс некоторое количество протонов. Кстати говоря, а зачем протоны нужно? Смотрите. У нас есть бихромат анион, который вообще-то имеет заряд 2-. И каким-то магическим образом он превращается в катион хрома плюс 3. И тут сразу глаз сцепляется за одно непонятное событие. А куда девается кислород? У. 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 Конечно. Ну. И. Сколько протонов? Да. Да. В quê граммах? У. 7 кислородов! Угу. Значит, их тоже здесь должно быть 7. Так? Да. Сколько тут коротонов? 14. Угу. 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 Так, и все ли у нас тут ладится, этих тут 4, а там 7, не все сладилось. У нас же еще и из этого, ну как бы с этилового спирта становится, когда этиловый спирт становится усным эфигидом у него два водорода еще уходят, да-да, ну получается не 7,4, ой, там должно быть 4H24, тут будет 7 воды. И как выходить из этого горького катаклизма? Что? Что? Ну я предлагаю поставить ложное свой 4, коэффициент 4. Вот, аэродом тогда при 10 уравняется. Чисто арифметически, да? Чисто арифметически, да. Потому что для того, чтобы здесь у нас все уравнялось, нам тогда надо сюда добавлять некоторое количество протонов, те, которые потом у нас сократятся, а именно 2. Тогда получится? Потому что их надо будет взять в 3 раза больше, а ну да, это их будет 6 протонов. 14 минус 6 это 8, это значит 4 серной кислоты. Валя. Так, это что касается просто описания этого химического процесса, а теперь давайте поговорим о самом этом процессе. так, а чтобы о нем говорить, наверное давайте будем параллельно все это и соберем установку и запустим ее. Так. Не, я сам отлично справился с тем, чтобы уронить. Хорошо уронил. Так-с. Прямо на ваших глазах сейчас. Сейчас мы это все и делаем. И делаем. Угу. 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 не очень это простое дело Маша пожалуйста там стоит стеклянный шкаф в котором жидкие растворы стоят на нижней полке ставят белый стаканчик в котором медные проволочки скручены принесите пожалуйста парочку проволок стаканчик Ага. Спасибо. Так. Угу. Отлично. Они будут у нас в растяжке, тут надо, чтобы все было достаточно герметично. Так, ну теперь зато у вас будет возможность, я надеюсь, что ничего не разобьется в процессе, посмотреть, как химические уравнения, которые мы только что писали на доске, да, реализуются в реальной жизни. Так, Маш, держите, пожалуйста, его, чтобы он никуда не убежал и не упал. Надо все расстояния соблюсти. Угу. Не, 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 на всякий случай придерживайте. Так, телепустите. Угу, ну, вроде так. Подпорку снизу специально делаю, что если вдруг оно как-то начнет вываливаться из держалки, чтобы никуда не выпало. Так, и это у нас будет здесь, значит мы ее уже заворачиваем. Так, очень хорошо. Так, а это давайте-ка будем делать вдвоем, потому что не очень-то удобно. Так, сейчас нам надо сделать такой вот прям очень ювелирный вход. Одновременно подобрать и высоту, и угол наклона. Да еще и не кокнуть при этом холодильник. Ну, глаз анмаз, а? Почти попал. Нет, здесь конус входит в конус, и все. По-хорошему там тоже должен быть шлиф, но здесь нет шлифа. Но зато есть, если обратите внимание, вот такие рожки. Вот видите, вот, ручки такие стеклянные. Они нужны как раз для того, чтобы это соединение можно было стянуть. Потому что если его не стянуть, это, как вы понимаете, нам нужно будет для перегонки. Здесь у нас будут разовываться пары, которые будут конденсироваться в этом холодильнике. Здесь все должно быть максимально плотным, и в принципе везде все должно быть плотненько, потому что наша задача будет улавливать пары. Так, Маш, не, не годится. По-длиннее. Зайдите, пожалуйста, там самую длинную проволочку какая будет. Ого. Ого. Вот так, где эта сторона? У нас градусникам. Ну что, оно длиннее? Ну, не плотно, не о чем все соединения. А куда же делась та, которой я пользовался тогда-то? У меня вопрос. Гугл вопрос. Зачем все это холлоками надо делать? В смысле? Нам надо стянуть их вот так вот, чтобы они не разъезжались. Если не стягивать, то это соединение ослабевает и начинает все капать вот отсюда. Половина паров улетает из неплотного соединения. В общем, ерунда какая-то получается, прямо скажем. А там резинку стянули? Тут резинкой кранчик притянут. То есть, все такая колхозка-навозка. Ну, чем богатые. Зато сами все делаем. Угу. На фирменной дорогой аппаратуре любой дурак сделает. А вот на такой только профи. Так, ну и посмотрим. Будет оно работать или не будет. Так, это зарядили, это зарядили. Угу. Угу. Так, давайте-ка проверим. Протекает оно или протекает. Переводная установка. Сейчас облако ориентируйте. Не, ну а что, этиловый спирт? Самогон. Да. Самое оно. Мы же сами этиловый спирт будем гнать. Ну, как сказать, гнать. Мы из спирта будем синтезировать альдегид. Это считается гнать? Да, ну мы сначала уксус, ой, спирт самогоним, а потом будем его... А он уже самогонен. Ну ладно. 100 миллилитров. Ну ладно, 100, так 100. Кто мы такие, чтобы спорить с рецептом? С рецептом. Ага. Ну, я считаю, что это очень-очень важное правило любого Да неважно, чем бы человек ни занимался, что одновременно делать что-нибудь и думать, как его делать, это очень плохая и неправильная практика. Потому что надо сначала подумать, а потом уже спокойно делать и голову не ломать. Так. Куда капает? Капает. Эх, протекает. Ну ладно. Собственно говоря, для нас это не сильно страшно. Так. Давайте, наверное, сначала я поясню все, что здесь происходит. А потом мы с вами запустим этот самый электронный агрегат. И так, эта круглодонная колба является нашим реактором. То есть тем сосудов, в которых пойдет интересующий нас химический процесс. Интересующий нас химический процесс это взаимодействие этилового спирта с окислителем. В нашем случае окислитель это хромовая смесь. То есть бихромат калия в серной кислоте. Как и во многих реакциях для того, чтобы ее подстегнуть, очень рекомендуется реакционную смесь нагревать до определенных температур. Но реакция окисления этилового спирта кислотой выражена экзотермическая. И поэтому смесь будет разобиваться сама по себе в результате подпитывания энергией, которая выделяется в процессе окисления. И практически доходить до кипления. И так, в нашу круглодонную реакторную колбу мы зальем хромовую смесь. В делительную воронку, которая присоединена к одному горошку. Мы зальем этиловый спирт, который будем по каплям добавлять в наш реактор. При добавлении туда этилового спирта будет проходить окисление, как мы с вами только что разбирали на доске с образованием уксусного альдегида. Уксусный альдегид органическое соединение, которое кипит при достаточно низкой температуре. Порядка 49 градусов по Цельсию. Температура кипения нашей смеси будет существенно выше. Там градусов 100 и может быть даже и больше, учитывая плотность наших расстроев. Таким образом, при разогревании экзотермической нашей химической синтетической системы, образовавшийся уксусный альдегид будет мгновенно испаряться. И нам надо его каким-то образом поймать, иначе он просто улетит. И тут на сцену выступает холодильник Либиха. С холодильниками вы уже знакомы, мы с вами уже спирт перегоняли, еще что-то там делали. Устроен он очень просто. Двойная стеклянная трубка, в нашем случае она прямая и нам как раз и нужен не спиральный холодильник, а прямой. в спиральном будут очень большие потери, а у нас всего ничего там. 100 миллилитров спирта и хорошо, если мы там миллилитров тридцать берем. Во внешнем кожухе будет циркулировать вода. Я надеюсь, что будет. Так, заполняем внешний кожух. Так, побежала водичка. В результате этого пары, которые будут залетать сюда через насадку ЛЮРСа, здесь у нас будет все заткнуто. А, нет, это заткать не надо. Будут конденсироваться во внутренней трубке холодильника ЛИБИХа и отсюда у нас начнет капать продукт нашего синтеза. Ну, вот собственно и все. За исключением одного важного момента. Объем реагентов у нас небольшой. Потому что объем самой реакторной колбы небольшой. И если спирта мы туда можем доливать сколько угодно, то хромовой смеси, сколько мы зальем изначально, столько ее там и будет. Больше добавить ее будет невозможно. Если бы у нас здесь был отвод для выведения прореагировавших компонентов, в нашем случае это сульфат хрома, сульфат калия и вода, то тогда можно было бы организовать проточную систему. Но в нашем случае это не очень возможно. То есть те пары уксусного актигита, которые будут образовываться в нашем реакторе, они будут собираться естественно здесь. И пытаться каким-то образом улететь в атмосферу. Потому что это горячий пар. Здесь у нас все перекрыто. И они будут углубиться здесь и по чуть-чуть попадать сюда. Но слишком по чуть-чуть. И очень много их будет продолжать оставаться в нашем реакторе. Дело в том, что окисление на этом же не остановится. Аденид будет окисляться дальше. Для чего? Для кислоты. Какой? Для уксусной кислоты. Да, для уксусной кислоты. А это нам уже не надо. Нам надо поймать как бы полупродукт этого многоступенчатого окисления. И для этого нам надо здесь создать избыточное давление неким инертным компонентом. Мы будем повышать давление в реакторной колбе. И повышенное давление будет передавливать пары уксусного альдегида дальше по трубке, которая соединена с атмосферой. Соединение с атмосферой у нас будет только через выход из холодильника. Поэтому пары инертного носителя, которые мы будем туда добавлять, будут поступать в реактор и выдуваться сюда. А поскольку более горячие пары уксусного альдегида, которые у нас там синтезируются, могут подниматься кверху, то, соответственно, инертный газ, который мы туда будем подавать, будет передавливать его непосредственно в холодильник, где он будет конденсироваться в жидкость, и мы сможем его собрать. Понятно? Очень простое решение. Ну, вот я подсмотрел на одном YouTube-канале, каким образом это сделать. Человек использовал аппарат кипа и углекислый газ. Углекислый газ в данном химическом взаимодействии участвовать не будет. И в данной химической системе он может рассматриваться как инертный носитель. Вот именно для этого у нас тут аппарат кипа и присутствует. Потихонечку будем подавать туда углекислый газ, создавать изноточное давление, которое и будет выталкивать продукт нашего синтеза. Вот, собственно, и всё. Теперь попробуем это реализовать на практике. Так, сначала в первую очередь заполним наш реактор. Октар. Очень не рекомендую ловить брызги. Чего-то многовато у нас окислителя. Пожалуй, что можно даже и... Можно даже и... Это будет даже видно по цвету. Можно будет добавить дополнительную порцию этанова. Так... Так... mindset, наверное, Сялое до тряс jeweler дальше. Поехали выжой向е очень Смотрите все немножко дымарками, но тем не менее оно работает. Ну вот, точка в точку. Что у нас тут кино показывает? Что-то показывает. Вот конечно с такого ракурса, с другим планом с ней, чтобы было видно всю установку. Может и с опцией. Это тянется еще. Давайте попробуем. Так, ну немножечко тогда Ваня и Марина чуть-чуть растопырьтесь. Так видно? Да. Видно супер классно. Вообще красотища. Вот уж видно так видно. Отлично. Свет конечно будет получше. Постудийное освещение сделать. Ну да. И еще пригласить бродибида. Подача газа есть. Соединение есть. Хромка залита. Так. Реагент есть. Так. По чуть-чуть. Начинаем подавать. Начинаем или не начинаем. Так. Ну и смертельный номер. А восьми не взорвется. Протекает она одноразово. Все. В капельную подаем. И вот. Вуаля. Видите? Смесь начинается чипать. Пошли поры. Так. Чтобы как-то слишком интенсивно они оттуда улетели. поменьше нам оттуда улетели. Поменьше нам оттуда улетели. Поменьше нам оттуда улетели. То есть чуть ли не было. Есть чуть ли не было. Что-то тоже какой-то индикатор был. Нет. Что он как-то безумрудным стал. Ну да. У нас там что получилось? А ну. Сульфат хрома. Соединение хрома 3. Вуаля! У Волшебника Сулеймана. Это была первая порция. Что мы наблюдаем с вами сейчас? Мы наблюдаем переход окраски в оранжевый раствор бихромата калия, у нас превращается в зеленый раствор сульфата хрома 3 и в некоторые моменты, если вы заметили, он становился голубой и начинал колебаться между зеленым и голубым. Голубую окраску имеют соединение хрома до степени окисления плюс 4. То есть это промежуточный продукт в этой реакции, это соединение хрома 4. И если дойдет до подробного разбора механизма этой реакции, то мы об этом обязательно с вами помянем. Потому что механизм этой реакции это отдельные очень интересные песни. А формальдегид делают так же или способ проще? Формальдегид теоретически можно сделать и так же. Это в принципе процесс универсальный для многих альдегидов. И насчет кетонов я не очень уверен. Хотя, а собственно говоря, почему недостойчивый спирток, потому как раз кетоны и образуются. Если мы возьмем, скажем, изопропиловый спирт, представляете себе, пропан, у которого по серединке реакции, наверное, у него постоят, то в итоге что у нас получится? Пропанон. А по бытовому? Ацетон. Да, ацетонит. А после того, как кокосовый гидфендресовый отдел, мы сделали качественную революцию, чтобы доказать, что это точно. Собственно говоря, что нам дышает? Качественная реакция на артиби. Сережу не зеркало? О, да! Ес! Конечно! Ну, правда, его немножко, но... Воронка плохая. А, эти пары для нас таксичные, а эти пары для нас таксичные, а эти пары для нас таксичные. Оксусный альдегид. Мы же сами по-дому разбирали, что происходит после приема этимового спирта в организм. Да. 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 Ну, вот вам и ответ. Токсичная, но не смертельная у определенного концентрации. Ну, в принципе, токсичность любого химического вещества определяется его дозой. Если выпьешь пару литров воды, то тоже умрешь. Две столовые ложки соли поваре их, тоже выпьем этот человек. Ну, вот опять и голубенький столовик. Угу. 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 Видно ли вы, мне так кажется? Угу. 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 Ну, да. Угу. Угу. Слишком интенсивно туда подается, конечно. Можно потрогать? Да, аккуратно. Мокрый или не страшный этот спирт? Ага. Так, ну продукта у нас там с вами получилось совсем немного. То есть из 100 мл спирта у нас там 8-7 мл получится. Но зато есть надежда, что он более чистый. Чем что? Чем если бы мы получали его там побольше. Потому что процессов в этой комнате идет огромное количество. Так, ну я думаю, что в данном случае синтез можно считать завершенным, ну и в общем-то удавшись. Пахнет как полагается. Так, желающие могут понюхать, что у нас получилось. Только, пожалуйста, не сверните. Так, чувствуете запах напоминающий яблочник? Да. Это и есть запах курсусного антидна. Ключевой идеи, если подходить к жизненным процессам с точки зрения химии, то человек после очень бурно проведенного вечера на утром должен приятно пахнуть яблоками. Но почему-то в жизни этого не наблюдается. В общем-то, желающие понюхать таких пассажеров, как правило, расстраиваться. Так, и заодно, сейчас пока у нас там докапывали последние, да, если там не выбросили, как-то вовсе подказывает. После первого синтеза такого же, вот в прошлом году, я этот раствор не сливал. И вот он простоял год, был покрыт жидкостью, жидкость я слил, и оказалось, что там кристаллизовалось что-то. Но, к сожалению, когда я его пытался отмыть, оно начало болтаться и колбу лопнуло. Ну, его по-любому оттуда было никак не извлечь, но посмотрите, какие образовались интересные кристаллы. И, судя по цвету, это как раз кристаллы какого-то соединения хрома со степенью окисления в плюс 4. Вот, оставлено там стоять. Может быть, кто-нибудь его проанализирует внимательно. Такие красивые достаточно. Угу. Ну, такая длижесть получилась. Какое время это завтра посадить? Так, внимание. Я предлагаю вам, чтобы не было у вас какой-то гонки. Спасибо.